МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Твердили сёння на сумесном посержении Совета депутатов и облаканкама. Маршал Пирамоги. Наши корреспонденты наведали бункер, где размещался командный пункт Рокоссовского. Швеция варшима Беларуса. У Гомеля открылась выстава фоторабот, присвеченных життю гэтой скандинавской краины. А зараза б гэтым и иншим больше подрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння подписал декрет об развитии предпринимательства. Гэта ключовый документ с пакета нормативных правовых актов по поле общении бизнес-климата Украине. Декрет продугледжевая кардинальное изменение механизма взаимодействия державных органов и бизнесу, минимизуя умершание службовых особо у работу субъекта у господарания, а таксама узмацняя механизмы саморегулирования бизнесу и его отказность перед громадством. При гэтым заховывается минимально необходимый уровень контроля с боку державы. Для досягнение гэтых метов уводится поведомляльный парадок о життявлении наибольша распаусюженных виды экономичной деяності. Их пиралик вызначены декретом. Гэта у приватности бытовые, туристичные, социальные послуги, деяность у сферы гандлю и громадского харчавания, перевозок. Таким чином, дейяне документы охопливая сфера, в яких засероджена каля 95% малого и среднего бизнесу. А зараз для життявлении гэтой деяності достатково буде подать один и оповещение у выконкам про службу «Адно окно». Декретом так само затвержены агульные потребования пожарной безпеки и санитарно-эпидемиологичные нормы. Они максимально систематизованные и скорочные. Декрет закликанный надать необходный импульс развитию предпринимательской инициативы, стимуливать деловую активность громадян и у целым полепшить инвестиционный климат Украины. Гомельская областная выборчая комиссия по выбору депутатов местовых советов депутатов 28-го скликанья, сформированная у максимальном составе. Его затвердили сегодня на суместном посередине президума областного совета депутатов и обловы канкама. После обмеркования 18 кандидатур и персонального голосования по каждому претенденту у комиссию обрано 13 человек. Сюда вошли вядомые ураги юни люди, які корыстаются аутеритетом у насельництва. Большая з их мая вопыт работы у выборчих комиссиях. Первое посереджение областной территориальной комиссии, на яким выберут ей керовництва, отбудется у субботу 25-го листопада. Максимальный численный состав позволит в полном объеме обеспечить выполнение функций, возложенных на комиссию избирательным кодексом, а также возможно всегда иметь необходимый корм для проведения заседаний. Нагадаем, в улучшении кандидатов депутатов местовых советов распашнется 10-го снежня. А пошний день сдаши документов 8-го студеня. Регистрация пройдя с 9-го по 18-го студеня. После этого стартует период перед выборной агитацией, которая протягивается до 18-го лютого уключна. Протягиваем выпуск. Беларусь и Украина должны больше стараться подходить к использованию аховой трансграничных вод. Одна из актуальных проблем – обмельнение рек. Размова об этом шла сене подчас нарады уполноваженных урадов обедевых краин. Сустреча керівников и специалистов галіны аховы природных ресурсов пройшла у Мазыры. Дмитрий Котов протягне. Погаднение об суместном використане и ахове трансграничных вод помеж урадам нашей країны и кабинетам министров Украины подписано в Костричнику 2001 года. Сгодно с документом, что год повинны проходить посаджение по обмеркованні питань у супрацовництва. О розных причинах сустречи не заусюду отбывались, а сё летняя восьмая по лику. Тим не менш баки означают, что конфликтных ситуаций практично нема. Завсюду отримливается знайти решение, якое задоволить усіх. Одна з головных темп сёняшній сустреч изменения водного законодавства Украины обумовленная погаднением об ассоціации з ЕС. Однак на супрацовництво с нашій країной об суместном використане и ахове трансграничных вод гэта повплывать не повинна. У нас меняется национальна система мониторинга вод, полностью приводящая к, так как это делается в Европейском Союзе, оценка качества и влияния на человека. Я знаю точно, что очень многие вещи, которые в Европейском Союзе приняты, в вашем национальном законодательстве отображены. Потому что это не потому, что это так модно, а потому что это действительно разумно и правильно. У поглядах на гэтую тему Беларуси и Украина солидарны. Разыходжение уводным законодавствия без Украин будуть минимальными. Одна з головных задач – суместная боротьба с наступствами засухи. Обмялення РЭК, якое назирається о пошній два годы, може привести не тільки до екологичних, але і до економичних проблем. Вот два этих года засухи показали, что есть проблемы, которые надо непосредственно между двумя странами решать, потому что это сказывается в целом на народном хозяйстве. На сельском хозяйстве, на листом хозяйстве. Есть взаимопонимание. Я думаю, что в рамках данной комиссии мы договоримся о том, чтобы следующий год с учетом, что полноводие и стыду эксплуатации летом было всех этих систем, которые связывают Беларусь и Украину, были в полном объеме согласованы. По выниках нарады будут затверджены планы суместной деяности рабочих групп на наступный год. Отповедные документы об супрационистов и попытаниях суместного выкористания и оховы трансграничных вод будут подписаны завтра. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра. У Гомеля распочались мероприемства, примиркованные дошарговые годовины вызволения города от немецко-фашистских захопников. Одно з перших у их шероху, митинных на Аллее Герою. Вызволение областного центра стало выником проведения Гомельска-Речицкой операции. Больше за 800 дзен оккупации скончилися 26 листопада 1943 года. Вызволили город войске Беларуського фронта. Комельшане каждый год с повагой означают эту дату. Подвиг тех, кто зробил Гомель свободным, николе не будет забытым. Утым лику дякуючим молодцы, якая выносить важные для себя уроки с падей Великой Айчинной войны. Чтобы в будущем не повторять тех ошибок, которые были во время войны, чтобы не повторять всех тех страхов, которые тогда были, чтобы не погибало столько людей, сколько погибло во время Великой Айчинной войны. Для меня освобождение родного города, радость, счастье, то, что живем под мирным небом, то, что могу учиться сейчас и будущее создавать свое. У митингу приняли удел ветерана Великой Айчинной войны, представники уладов, громадских организаций и молодь. Завтра мероприемства с нагоды 74-й годовины вызволения протягнутся. Основные пункты программы урочистый митинг на площади и святочный концерт. А в неделю, 26 листопада, отбудется военно-гисторичная реконструкция. А зараз нагадаем подеи 43-го года. 26 листопада излучений части 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского увошли в областный центр. Сегодня имя Рокоссовского названная одна из улиц Гомеля, а его особистые речи заховываются в Музее военной славы. Что еще связывая город со знакомитым полководцем, ведая Олег Синцюроу. Великая Айчинная для этого человека не сторонка, а целая книга життя. Сталинавитый полководец и он отрывал его перемоги еще в 41-м. Именно Витопатаяго командованием улистопаде 43-го был вызвали на Гомель 1-й серот областных в центру Белоруссии. Творит Москва. Передаем приказ Верховного главнокомандующего генералу армии Рокоссовскому. Войска Белорусского фронта, продолжая развивать успешные наступления, в результате смелого обходного маневра сегодня 26-го ноября овладели областным и крупным промышленным центром Белоруссии городом Гомель. Са снижней 43-го некаких месяцев у гэтым доме по улице Тады Одесская и теперь Рокоссовска находилась оперативная группа штаба 1-го Белорусска фронта. Хоть наведывал, будучи маршал Перамоги, не только гэтый будинок, до гэтого часа у Гомеля заховался побудован еще у 30-х годах минулого 100-го дня бункер. После возводения города тут размещался командный пункт Рокоссовского. Все помещения расположены в два яруса, уходят они вглубь земли на несколько десятков метров и, судя по той документации, которая сохранилась с 1934-го года, толщина стен, наружных стен, составляет порядка полутора метров бетона. Таким образом, это помещение было полностью защищено как от воздействия с воздуха, так и от других агрессивных средств. Сегодня былый командный пункт уже не заявляется сокрытым объектом, а ле терапить сюда не просто. Усе у охоты зачинены, гэтэт пломачится в первую очередь мерами безопасности. За минулый час подлога у бункеры струхлела и уже можно не вытромить ваги человека. Объект у вогли давно не выкористовывается и приходит у занепад. У бункера и зараз шмачьего засталось от военных и Махчим еще до военных часов. Вось тут вероятно находилось помешкание для заховывания сброи. В селекем разе, когда меркать по замкам, правда, зараз нужно не джинничать. На суперок выказыванием некоторых аматоров военной истории у бункера есть у всего два ухода. Причем поднимзек после аварии на канализационной сетце простини Махчима до речи сверху бункер накрыт будинком, а тому значение непросто. А вось некоторая особистая речь Константина Рокоссовского можно свободно убачить образным музеем военной славы. Это еще сотрудники Краеведческого музея выезжали в Москву, встречались с женой. Уже не было Рокоссовского в живых. Это конец 60-х, начало 70-х годов. И там передали мундир, передали личные вещи, книгу уже подписали родственники его мемуары. Китель с погонами, портсигар, ручка, книга вспоминал «Сраданский долг» и лента первого гонорового гражданина Гомеля. Такое звание тогда еще генерал армии Константин Рокоссовский отримал после вызволения города поражение агульного схода горожан. Алексей Теров, Евген Макенко, телерадокомпания Гомель. Протягиваем выпуск. Пероемности и беспропынность адвокационной системы школа университет предприемства обмерковывать у Гомеля. Сегодня у ГДУ имя Франциска Скарыны распорчалась двугденная международная навуково-методичная конференция. Удел принимают каля 200 представников сферы эдукации с Беларуси, России, Украины и Латвии. Яны выступят с докладами на актуальные темы. Примут удел у майстер-классах по демонстрации передового в опыту. Проблемы подрыхтовки будущих наставников обмерков выпускниками. Гомельский Державный Университет зараз мая широк объектов, где будущие специалисты проходят практику и учатся працевать в реальных умовах. Проводится и профориентационная работа. Наши студенты проходят практику и это самое главное, потому что они учатся работать в реальных условиях, в тех условиях, в которых они будут работать уже как специалисты после окончания университета. Школьники вместе с учителями приходят в университет, для них проводятся экскурсии, занятия в учебно-исследовательских лабораториях. Тем самым осуществляется непрерывная работа в рамках цепочки школа, университет, предприятия. Завтра самый долг шаканный день для аматоров робить покупки. Так званая «Черная пятница». Традиция для белорусов новая, и она пришла в Европу замеры, кеде проводится маль полстагодзе. У гэтый день гандль объявляет обвал цен. У гомеля быные объекты обьяцают скидки до 70%. Але это не значит, что их пропануя господар кожного павильону. Многое залежит от ассортименту, узровню гандлевых надбавок и инших факторов. Великие гандлевые центры в такие дни обслуговывают прикладно у Чатыры разы больше покупников, товары загадя. От 85 до 95 процентов арендаторов наших участвуют в данной акции. Кто-то с минимальным количеством товара, скидочным, кто-то с максимальным. Большие наши арендаторы сетевые, они участвуют, ну практически все виды товара у них есть в скидках. Где-то, я опять повторюсь, минимальных, где-то доходит она и до 50%. После Черной Пятницы скидочная хваль не завершится. Уже надыходящие выходные, у большинства гандлевых объектов в области пройдут один и дни скидок. В организациях торговли всех форм собственности покупателям будут предоставляться скидки от 10 до 40 процентов за счет снижения торговых надбавок, а также за счет совместного снижения розничной цены с организациями производителями. Областный комитет профсоюза работников культуры, информации и спорту пропонует жахарам региона обмираковать тему працонных и социальных в отпусках. Промая линия запланованная на завтра. Номер телефона у Гомеля 32 96 98. Звертаться в арте с 10 до 12 годин. Надзвычайный паунамоцный посол Королевства Швеции у Республики Беларусь Кристина Юханесен наведала Гомельскую областную библиотеку имя Ленина. Тут она ознайомилась с выставой Швеции в отшима беларусов. Экспозицию склали левшую работу у дельников одноименного фотоконкурсу. Свои сдымки дослали каля 700 беларуских фотографов. Кожный мкнулся максимально неординарно продемонстровать свое особистое обошвение Швеции и життя, традиции и духовных каштонностей у насильництва. Малыши Карлсон это была самой любимой книгой в моем детстве. И поэтому я захотела поучаствовать в этом конкурсе показать с какой стороны я знаю Швецию. Решила сделать вот такую фотографию где мой сын с Карлсоном в беларусской вышиванке. Ну и эта фотография заняла третье место. Так само областной библиотец имя Ленина отбылась презентация перокладу на беларускую мову книги выдатного шведского поэта лауреата Нобелевской премии 2011 года Тумаса Трансромера. Мастацким натхнением ему служила сосветная литература, античные и библиотецкие крыницы, христианская мистика и барошная поэзия вдыхнули життё у его тонкую и проникливую лирику. Дарышей Тумас Трансромера был особист знайомый с Иосифом Бродским, який высоко оценивав его творчасть. Назвычайный полномосный посол Королевства Швеции у Республики Беларусь Кристина Юханеса назначает супрацовництва с Гомерской областью треба развивать як у сферы экономики, так и у культуры. Культурное сотрудничество столь важное как и торговое сотрудничество. Я лично получила массу удовольствия от этой выставки, от всех тех фотографий, которые были посланы на этот конкурс, потому что действительно эта Швеция глазами беларусов. Вот беларусы и гости видят что-то другое, чем мы. Хорошая фотография, большой интерес, это очень радует. ГТ и иншие новины вы можете знать на нашем сайте интернет по адресу www.tv.gomel.by Далее у эфира спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин.